Мир вам да умножится, братья и сестры. Я еще и не доел вам, честно. Если я не доел, я могу сокращать тогда все как-то, знаете. Потому что бывает один и тот же говорит, говорит, говорит и надоедает. У меня в церкви такое. Я им говорю, наверное, надо других ставить, они возмущаются все время. Сегодня тема будет, знаете, Иисус, мир наш, тема нашей конференции. Это очень хорошая тема. И тема будет тогда, когда мы с вами грешим, а мы грешим. Нет человека, который не грешит. Нет человека, который не грешит, а мы грешим. И мы становимся верующими. И вся проблема в том, что там записываете меня, нет? Я скажу сейчас неправильную мысль. Вся проблема в том, что мы становимся верующими. Верующие грешим. И этот грех нас мучает. И мы теряем мир в нашем сердце. Мы мучаемся от того, что мы хотим избавиться от этого. Кто-то в тайне пьет. Кто-то в тайне смотрит порнографию. Кто-то в тайне обманывает. Кто-то в тайне еще что-то делает. Мы можем придумать такие грехи, которые... Вообще Господь говорит, я бы даже не придумал такого, что вы делаете через языки. Мы умеем все. Мы умеем прятать, заметать свои следы. Мы можем все прятать. И это нас гнетет. И всегда мне задают вопрос, брат Николай, практически, как нам от этого избавиться всего? Как нам выйти из этого, из этой круговерти? Из этого круга нашей прочности? Нашего желания быть святыми. И в то же время мы каждый раз куда-то попадаем в самые неприятные истории. То кому-то сказал что-то неправильно. То кого-то обидел. То кого-то оскорбил. То сказал шутку такую. Вроде хотел пошутить, а человек плачет. И вот это все нас гнетет. И мы теряем от этого мир. И вот сегодня мы поговорим, как нам приобрести мир, чтобы мы действительно имели мир. Но для этого надо вернуться в самое начало. Я прочитаю несколько мест священного Писания. Первое место Евангелия Иоанна, 3 глава, 14 стиха. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот как? А вот Христос должен для этого был взять и быть прообразом змея. Стоп, стоп. У вас змеи есть в Австралии? Есть, да? У нас тоже есть. У нас тоже есть. У нас дети принесли домой змею и стали играться. Моя жена. Ой, что вы делаете? Ужас. В лагере, у нас есть лагерь в горах. Там все сказали, змея нет. Я как-то вечером поднимаюсь. На второй этаж поднимаюсь. Нормальный жилой дом. В коридоре лежит змея. Ой, ужас. Я их так боюсь. И знаешь, что с ними? В Калифорнии много их. Змеи, они жалят. Они кусают. И люди у нас, были случаи, даже умирали. И мы всегда стараемся от них избавиться. Мы их боимся. Мы их боимся. Нам даже неприятно их убивать. Правда, братья и сестры? Вот даже мерзость такая неприятная. У нас отвращение такое к ним. И в то же время жалко. Я думаю, ну почему мы их убиваем? Ну зачем? Я вот пытаюсь себя остановить. Ну зачем убивать? И вот последний раз, когда я змею в доме поймал, я ее в совочек веничком аккуратно вынес и отпустил. Я говорю, да ну ее. Ну при чем здесь животное? А отвращение есть. Понимаете? А этот брат говорит, давай убьем. Я говорю, не, не надо. Да пусть живет. Зачем ты ее? Зачем? И мы возвращаемся в самое начало. Вот эти все места мы сейчас будем соединять. Второе место, это бытие, третья глава. И вражду положу между тобою, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Когда это произошло? Это произошло после того, когда змей подошел к жене и стал с ней разговаривать. Так, начало нашего первородного греха, оно вот появилось тогда. Всегда, когда мы хотим что-то исправить, мы нанимаем адвоката или аккаунтера. Он говорит, так, так, все документы дай мне сначала. Весь кейс дайте мне сначала. С самого начала. Я хочу знать, с самого начала. С самого начала, включите слайды, пожалуйста, все было нормально. Адам и Ева были сотворены. Они жили в Едемском саду. Вот. И все у них было прекрасно. Пультик дайте мне, пожалуйста. Вот. И все у них было прекрасно, и все у них было хорошо, и все у них было чудно. Они жили, греха не было. Бог сказал, все можно. От всех деревьев ешьте. Вот. Плоды. Можете кушать. И пультик, да. Вот. От всех деревьев можете кушать. Одно дерево, которое нельзя, от этого, спасибо. От этого дерева не кушайте. Вот вы уходите из дому, и мама уходит, папа на работе, мама уходит. Так, детки, все дома можете сделать. Вот в этот шкаф, чтобы вы не заглядывали. Вы поняли, да? Это первое, что они сделают. Залезут в этот шкаф. Это сто процентов. История такая. Мужчина собирается в магазин, и жена ему говорит, это было еще в России, она говорит, так, купи масло, купи хлеба, вот тебе все, все, только смотри, запомни одно. Вина не покупай, я тебе прошу. Я тебе даю деньги, я не знаю, сколько там это будет стоить, но запомни одно, вина не покупай. Он ушел в магазин, долго не было, приходит, принес одно вино. Он говорит, почему ты принес одно вино? Ты что-то про вино говорила, я его взял, остальное ничего не помню. Мы помним то, что нельзя. Адам и Ева услышали, запомнили то, что вот это вот нельзя. И что произошло? Вот это вошел в человека первородный грех. Грех изначально. Откуда у нас берется желание обидеть человека? Откуда у нас берется неприязнь? Откуда у нас берется ненависть и злопыхание? Откуда? Мы же вроде нормальные цивилизованные люди, но это откуда-то у нас появляется? И это появляется в нас, сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте. И ваш дух и тело во всей целостности, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Слово Божие, оно живо и действенно, оно острее всякого меча, боюдо острого, и проникает до разделения души и духа, состава и мозгов и судит наши помышления и намерения сердечные. Вот Бог хочет нас осветить. Мы все имеем Слово Божие. Мы все имеем Библию. Он хочет, чтобы мы были святы, чтобы были чисты, чтобы эта святость через нас распространялась на других людей, чтобы эта святость шла к другим людям, чтобы эту святость, если люди увидят нашу святость, они будут тянуться к Иисусу Христу. Аминь, братья и сестры. Аминь. Почему люди не идут в церковь? Они святости в нас не видят. Христос был святой. Люди к Нему тянулись, потому что святость светилась через Него. Он был святой. Женщину привели взятую при любодеянии. Во грехе взяли ее. Ну, с поличным поймали. Убить ее надо было по закону Моисееву. Но когда они смотрели на Него, Он сидел, наклонился и писал пальцем на песке. Не знаю, что писал. Только не говорите мне потом, что Он писал имена, там языки или написано. Мне это неинтересно. Потому что на песке ничего не напишешь. Кто-то может завтра попробовать. Пойдите на пляж и на песке напишите. И позовите меня, смогу я прочитать или нет. Нет, конечно. Песок. Он сидит и пишет на песке. Но люди смотрели на Него. Они смотрели на Него, задавали Ему вопрос, что нам делать, скажи. И смотрят на Него. И чем больше они смотрели на Него, тем больше у них срабатывала совесть. У них совесть. Могут стоить из вас без реха, брось в Него камень. Все разошлись. Святой Он был. И эта святость должна быть в нас. Сам же Бог мира да святит вас, нас во всей полноте. И ваш Дух. Обратите внимание. Будем говорить Дух, Душа и Тело. Во всей нашей целостности. Оно сохранится. И Дух сохранится. И Душа сохранится. И Тело. До пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И благодаря Слову Божьему, которое проникает, которое проникает до разделения Души и Духа, оно живое. Слово Божие, оно живое. Оно действенное. Оно как меч обоюдоострый. Почему люди Библию не хотят читать? Потому что оно судит. Почему не хотят на изучение Библии приходить? Потому что оно судит. Оно судит нас. Легче всего закрыл и убрал, и все. Чтобы не судило ничего. А если Иван Иванович мне скажет, я ему сам рот закрою. А Слово Божие судит. Понимаете? И вот это то, что нас судит, это то, что нас очищает, освобождает. Поэтому очень важно, чтобы наш Дух, Душа и Тело, они были проникнуты Словом Божьим. Чтобы это Слово Божие проникало в нас. Вот примерно такая схема. Вот так, к примеру, состоит человек. Вот это троиственная природа человека. Наш Дух, Душа и Тело, это все это в нас есть. Дух и Душа и Тело. Что у нас... Что произошло, когда Адам и Ева согрешили? Бог сотворил Адама, сотворил его, слепил его из земли, сделал его человеком. Вот он стоит, мумия стоит, неживая мумия. Бог подходит к нему и... Вдунул в него дыхание жизни, и что произошло? И стал человек душою. Куда он вдунул? В тело вдунул. И он стал душою живою. И вдунул в него дух жизни. Дух жизни в него вдунул, в нем появилась жизнь. И Адам повернулся и сказал, о, это я, о, окей, хорошо. Где помощницу мне найти? Мне одному скучно. И он стал живой. Но он был тройственный. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Бог сотворил человека по образу и подобию Божьему. В скине было три части. Это святое святых, внутренний двор и внешний двор. И все состоит из трех основных частей. И мы сотворены по образу и по подобию Божьему. Он вдунул дыхание жизни и стал человек душою живою. И в тот момент, когда человек вкусил от дерева познание добра и зла. Правда ли, что Бог сказал, в день, в который ты вкусишь, смерть и умрешь? В день, в который ты вкусишь, смерть и умрешь. Не через 960 лет умрешь. Но, 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 он не сказал так. Он сказал, в день, в который ты вкусишь, умрешь смертью. Это истина. Это Бог сказал. Это никто из людей не сказал. Это Бог сказал. И он в тот день, когда он вкусил от этого дерева, произошла смерть. Истина, произошла смерть. Произошла смерть Духа. Дух умер. Дух стал пораженный. Он стал мертвый как бы. И когда Никодим пришел к Иисусу Христу ночью и говорит, что мне делать, чтобы в Царство Небесное попасть? Он говорит, что надо сделать? Родиться свыше. Чем мы отличаемся от других динаминаций? У нас нужно покаяться. То есть, нужно родиться свыше. Каждый человек должен пережить рождение свыше. Приходит человек с миром и говорит, я хороший, добрый человек. Я вам жертвую там 10 тысяч австралийских долларов, там, бедным. Вот. Я хочу участвовать у вас в вечере и быть членом церкви. Вы ему скажете, вам надо покаяться. Правда или нет? Вам надо покаяться. Он говорит, ну, 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 я вам деньги дам. Я миллион вам дам. Я хочу быть членом церкви. Я вам дам много денег. Я каяться мне в нечем. Я добрый, хороший человек. У нас не работает это. У нас это не работает. Не знаю, как в других динаминациях, но у нас, я знаю, это не работает. То есть, Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Стал человек душою живою. Вот тройственная наша природа человека, она вот, это тело наше. Первое, когда Бог сотворил, это стало телом. И это наше тело, первое, что у нас появляется, это все пять факторов. Я сейчас все включу, чтобы вы могли видеть уже, что все, мне надо приспособиться к этим всем делам. Вот, вот, слух, зрение. То есть, змей пришел и говорит, Ева, привет. Она попросила, о, привет. Ты змей? Да, змей. Как дела? Хорошо. Слушай, а вот тебе Бог сказал, о, слух. Слух, зрение. Она увидела его. А он говорит, посмотри на дерево. Оно, оно красивое. Мы слышим. А он говорит, слушай, купи вот это. Попробуй вот это. Мы слышим. А это можно. Мы слышим, нам внушают, что вот это, вот это можно. Ничего страшного не будет. Ничего не произойдет. Вот, если ты выйдешь, посмотришь, послушаешь, вот этот фильм этот, посмотришь, послушаешь, что там происходит. Мы слышим, мы видим. Она посмотрела. И это пошло ей вовнутрь. Это пошло в ее сознание, пошло вовнутрь. Потом она взяла этот плод. Он говорит, возьми, попробуй. Ну, если бы он был колючий. Однажды я кактус захотел, смотрю, молодой. У вас кактусы есть, да? Кактус. Вот такие вот эти плоды. Думаю, дай попробую. Он такой зрелый, зрелый. Я так аккуратно, аккуратно взял. Вот, и думаю, сейчас я его почищу и покушаю. Что-то у меня захотелось его покушать. Думаю, попробую. У меня две недели, все пальцы были в колючках. Их вытащить нельзя было. Их нельзя вытащить. Они только должны, вот организм должен, что я только не делал, ничего им не сделаешь. Ничего. Не пробуйте, не экспериментируйте. Я это делал два раза. Я один раз руками взял, второй раз взял перчатки. В магазине купил кожаные перчатки. Пролезли эти иголки сквозь перчатки. И перчатки потом выкинул, потому что невозможно. Они колючки, они как живые. Вот лезут и все, понимаете? Вот если бы плод был такой колючий, вот она взяла, ой, ну, 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 он же дерево познания добра и зла. Там же зло. Плод должен был быть колючий. Нет, он не колючий. Грех, он не кажется нам колючий. Грех нам всегда кажется приятным. Пропаганда идет. А, ну, измени своей жене. Ты измени мужа. Ну, слушай, да все что-то делают. Ну, в чем проблема вообще? Ну, выпей пиво. Ну, жарко же. Ну, все же пьют. В чем проблема? Ну, ну, оно вроде бы ничего. Но входит в наш внутрь, поражает наш разум, нашу душу этот грех. Он заходит через нас. Мы сначала слышим или видим, слышим одинаково. Потом берем и пробуем. А это как? Ничего. А потом берем, она взяла и к носу. У нас вот тут вот нос. У всех у вас есть нос, правда, да? И у меня есть нос. И у австралийцев тоже есть нос. И у черных, и у белых, и у зеленых. У всех есть нос. Мы по образу и подобию Божию. Нос у нас у всех. И вот мы подносим борщ вчерашний. Вчерашний борщ. Слушай, вчерашний борщ. Или там, а он уже начал. Ой, не, я не могу, слушай. Или там пища какая-то. Или там кто-то баранина. Мне она не воняет никогда, баранина. Я думал, я буду есть баранину здесь. Но еще ни разу не даю баранину. Думаю, ну, в Австралии я баранину ем. В Перд надо поехать. Там баранина есть. Правильно? Вот кому-то она воняет. Мне не воняет. И мне она пахнет. Очень приятно. Я чувствую. О, барань. Вот это моя. То, что надо. Вот, вы знаете, берем, подносим к носу. Оно или хорошо, или плохо пахнет. А потом вкус. Она взяла вкус. О, вино хорошее. Слушай, вино настоялось хорошее. Хорошее пиво. Хорошее вино. О, сигареты. О, они хорошие. Они ментоловые. Или там еще какие-то там. Они вот хорошие. Вот грех в нас легко входит. Вот эти пять вещей. Пять вот этих вот... Вот то, что у нас есть. Пять качеств, через которые грех не должен заходить в нас. Проблема заходит. Проблема заходит. Что с этим делать? Как с этим бороться? И как Моисей вознес змею в пустыне, вот точно так же должно быть вознесено сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Беда в том, что когда этот грех заходит в нас, он поражает наш дух. Нашу душу и наш дух поражает. Он поражает нас все. Но приходит человек и говорит, вы знаете, я согрешил. Хочу покаяться. Однажды я проповедовал на тему семейной жизни и измены. У нас в Сакраменто почти все проповеди идут по радио, и на интернете, и в открытом эфире. У нас все открыто. У нас ошибаться нельзя. Это как минер. Прямая трансляция. Спасибо. Прямая трансляция и включает еще по радио. И вот я сказал проповедь о том, как вести целомудренную жизнь, что нельзя изменять ни мужу, ни жене, что это очень важно. Целая тема. Ибо воля Божия освящение ваше, чтобы каждый из вас воздерживался от блуда. Там четко написано. Мы читаем первую половину. Ибо воля Божия освящение наше. Вот поэтому мы приехали в Австралию. Не, не, не. Не поэтому. Чтобы каждый мог содержать свой сосуд в чистоте и в святости, а не в страсти похотения. Похоть зачавший рождает грех. И вот я сказал проповедь, приезжаю домой, и вечером телефонный звонок, звонит женщина. Брат Николай, я хочу вам сказать одну вещь. Я слушал вашу проповедь сегодня. Вы не знаете, кто я. Мой телефон заблокированный. Я не хочу вам называться. Я не скажу вам, с какой я церкви. Я уже бабушка. Мне 77 или 75 лет тогда я была. Мой муж уже умер. У меня есть дети. У меня есть внуки. Но грех, который я сделал в молодости, он меня гнетет. Он остается. Но Христос прощает. Христос очищает. Но блудник решит против собственного тела. И это остается в нашем сознании. Это остается в нашей памяти. Мы фиксируем в нашей памяти. Оно остается у нас в нашей памяти. И мы никуда это деть не можем. Потому что оно проникает. Этот грех проникает. Вот эти все части, они проникают. Наша плотская природа, наша душевная природа поражают наш дух. Вот змей, который вселил в нас этот первородный грех. Змей, который был в Едемском саду. Христос есть наш мир. Он стал прообразом того змея. И когда народ израильский шел из земли египетской, и когда они стали грешить, роптать, то Бог послал на них змеев. Они идут по пустыне, на них напали змеи. Змеи стали сжалить. Они везде лезут. Они кусают. Они их отбивают. Они убивают. Они кругом лезут. Они скользкие. И везде могут пролезть. Они очень такие, в каждую щель залазят и кусают. Кусают. И люди умирать начали. Они к Моисею приходят. Моисей, умрем все сейчас. Моисей его запил Господу. Господи, что делать? Умрут все сейчас. Змеи лезут отовсюду. И с ними ничего невозможно сделать. Это ужасно. Это, во-первых, страшно. Во-вторых, они действительно сжалили. Грех. Сегодня лезет во все щели нашего тела. Во все наши дома. Через интернет. Через телевидение. Через телефон. Через радио. Через встречу с людьми. Через школы. Через издание законов. Позор. Принять такой закон однополно. Стыдно говорить даже об этом. Что это такое? Это вообще ужасно. Это грех. Он заходит везде, как змеи. Вот эти жалят нас. Поражают нас, наших детей. Поражают общество наше. Этот грех. Вот эти змеи, они лезут везде. И остановить практически мы, люди, по-человечески не можем остановить. И тогда Господь говорит, Моисей, сделаем медного змея. Он срочно сказал, давайте быстро растопите печь. Растопили печь. Выплавили медь. Расплавили медь. Сделали, сковали медного змея. Он наше взял, поднял и говорит, Эй, эй, слушайте внимательно. Всякий человек, который посмотрит на этого медного змея. Он не сказал, что всякий человек, который посмотрит на этого медного змея, того змея не укусят. Не сказал так. Всякий человек, который посмотрит на этого медного змея. Прообраз Иисуса Христа. А Иисус Христос – прообраз первородного греха. Три вещи я хочу, чтобы мы запомнили. Уничтожение, желание делать грех происходит только через распятого Иисуса Христа. Другого пути нет. Можно много делать вещей самых прекрасных. Но избавиться от внутреннего желания, помню, в России был фильм еще «Отец Сергий». Помните, да? Пальцы себе рубал. Люди заточали себя в Киеве. Мы были в Печерской лавре. Заточали себя в пещеры. Годами, десятилетиями там жили. Но грех оставался. Желание оставалось. Хочу. Хочу. Ну, сделать грех. Появляется желание через слух, через зрение. Мы видим, мы фотографируем, и оно проникает в нас. И у нас начинает работать наше желание. Вот это желание надо уничтожить. Эти змеи жалили, пока люди не стали смотреть на этого медного змея. Они смотрят на этого медного змея, и яд не действует. Они смотрят на прообраз Иисуса Христа, и яд перестает действовать в нас. Он силы не имеет. Мимо прохожу я. Я объясняю, у нас есть реабилитационный центр. Он подходит и говорит, брат Николай, я уже избавился от наркотиков. Я говорю, окей, ты можешь зайти в магазин и пройти мимо спиртных всех там этих бутылок. Он говорит, нет, я не могу. Не избавился. Ты должен пройти мимо. Ты должен, сигареты тебе положили, ты должен их не взять. Хорошо избавиться, когда нет ничего. Желания нету. Мне было 18 лет, я принял крещение. Я пошел в армию сразу. Через два месяца меня взяли в армию. Едем в вагоне. И все пьют. Ну, помните, да, те, кто постарше, кто служили в армии. Вино, водка там, все. Вагон заносят. Мы ехали из Старопольского края, ехали через Волгоград. В Астрахани заносят, пьют. А я сплю на полке. Смотрят, лежит на полке. Эй, ты, длинный. Ну, у меня ноги что-то торчали там. Это правда так. Вот тут ничего такого нет. Ты что не пьешь? Я говорю, я не пью. Мы тебя зальем сейчас. Я говорю, не зальете. Ты должен пить. Нет, не буду пить. Почему? Не хочу. Ну, тебе нельзя? Нет, мне можно. А кто сказал, что пить нельзя? Не хочу. Смысл. Понимаете? Не то, что нельзя. Ребенок должен понимать не то, что нельзя. Он должен не хотеть. Чтобы он не хотел вас ударить. Чтобы он не хотел взять спиртное. Чтобы он не хотел открыть запрещенный сайт. Вот сила, когда мы не хотим сделать вот этот грех. Не то, что мы. О, мне нельзя. Ты пить будешь? Не, мне, мне нельзя. А почему? Я верующий. А почему нельзя? Ну, мне сказали нельзя. А ты хочешь? Хочу. Ну, мне нельзя. Вот проблема в чем. Понимаете? Хочу. Я сильно хочу вот этого. Но мне нельзя. И рано или поздно это происходит. Понимаете? Рано или поздно у нас это срывается, это слово. Хочу высказать ему. Я ему все скажу. Что вот он. Там вот такой. У нас появляется желание. Как вот это желание, вот этот змей нас жалит. Он запускает в нас свой яд. Он нас поражает, наше естество. Нам нужно возрождение изнутри. Нам сила нужна. И сила распятого Иисуса Христа. Ибо как дети причастны плоти и крови. Так же и он, Иисус Христос, воспринял он ее. Зачем? Чтобы смертью своей лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он лишает силы. Не просто то, что вы читаете Библию. Не просто то, что вы ходите просто в церковь. Когда мы участвуем в вечере. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание. От грешников. Когда мы участвуем в вечере, мы подкрепляем наш дух. Мы его подкрепляем. Мы даем ему силы. Мы укрепляем его. Происходит борьба между духовным человеком и плотским человеком. И эта борьба идет всю жизнь, пока живем мы во плоти. Это все время идет. Это не прекращается никогда, пока мы в плоти. Независимо от того, сколько ему лет или ей. У нас в Сакраменто есть люди, которые ему 87 лет. Жена умерла, он взял женился на 75-летний. Я говорю, вам не стыдно, дядя Коля? Говорит, нет, а что? А я хочу. Сколько вам лет? Понимаете? Дети все возмущаются. А маму, память нашей мамы куда-то деваешь. И так далее. То есть, вот это много у нас таких случаев. Вот это наша плоть, она откуда-то просыпается. Как в книге Иова написано. Дерево, мы срубываем дерево. Можно срубить дерево. Или там тростник срезается. Дерево, 14-я, 8-я глава. Но как только почуяло влагу, начинает расти снова. Начинает вырастать. И в эти ростки они начинают пролазить. Я срубил дерево, спилил все. Дома дерево одно было, я его спилил. Надоело мне этот тополь и этот пух, вот это все. Мусор, мусор надоело. Я все взял, его спилил, успокоился. Смотрю, ростки растут. Мы траву поливаем. Вы не поливаете? Да, у нас поливают траву. Растут ростки. О, откуда вы взялись? Растут. Мы поливаем нашу плоть. Мы ее сораспинаем со Христом, а потом выходим, включаем интернет или включаем телевизор, или попадаем в общество, худые сообщества. Что они делают? Развращают. Что? Добрые нравы. Мы сами идем в это общество. Откуда? Откуда у меня это? Да я же пошел туда, в общество. Я же пошел на работу, я пошел на учебу. Я вращаюсь с этими людьми. Эти люди на меня влияют. Эти люди ведут себя так. И я начинаю им подражать. Я начинаю становиться, как один из них. И вот эти ростки, они опять вырастают. Вот дух надо питать. Дух должен питаться Иисусом Христом распятым. Мы должны мыслить о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы нам не ослабеть и не изнемочь нашими душами. Никодим, как я уже сказал, пришел к Иисусу ночью, говорит, что надо, чтобы в Царство Небесное попасть? Родиться свыше. Дух возрождается. Дух возрождается, и дух начинает работать в нашем сердце. Это есть наша совесть, ощущение, способность, дарование. Я не перечисляю это все. Вы там все видите. Может, мне туда не видно. Вот это начинает совесть работать. Подходит человек. Иван Иванович, простите меня. Я вчера грубо вам ответил. Что это? Совесть. Она работает. Я вот подумал, совесть, надо извиниться, надо попросить прощения. Потому что, ну, мира нет в сердце. Я мир теряю. Только Христос может дать нам мир. И вот этот вот возрожденный наш дух, его нужно все время кормить, питать, наполнять Словом Божьим, наполнять молитвой. Мы иногда, знаете, как делаем? Живем плоской жизнью. Вот живем мы плоской жизнью, работаем, на работе, там, охладеваем, перестаем молиться, перестаем ходить в церковь, перестаем заботиться, читать Библию, читать Священное Писание. Проходит время, потом уже смотришь, вообще он перестал ходить в церковь, реже, 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 реже. А потом вообще проблемы. А потом раз что-то на работе произошло, или там диагноз, врач говорит, у вас рак, извините, у вас рак. Вам осталось, ну, в большей мере, два месяца. Они так спокойно говорят. У нас-то, я не знаю, у вас тоже, да? Два месяца. Честно скажу. Ну, ничего, ну, что, у вас рак. Ничего не можем сделать. Мы попробуем химию сделать. Ну, может, если организм крепкий, сердце крепкое. Что мы делаем тогда? В церковь надо бегом, каяться. Приходим. Братья, помолитесь. С помазанием, без помазания. Помолитесь. Братья и сестры, помолитесь за меня. Я скоро умру. Опять к врачу идет, диагноз продолжается. А где же ваш Бог? Почему он меня не исцеляет? А почему он должен исцелять? А я всегда говорю, а сколько лет ты без Бога жил? Один у нас был тракистом. На траках работал. И сейчас работает. Хотел стать богатым. Пятнадцать лет рулил по всей Америке. Зарабатывал огромные деньги. И вот однажды ехал, и у него слабость. Он еле доехал. Приехал домой, лег, трак как бросил. Его там кто-то разгрузил. Отвезли. И вот он лежит день, два, неделю, вторую. Хуже, хуже. Я к нему пришел, помолился над ним. Господь мне открыл. Говорю, Паш, будешь жить. Только тебе надо жизнь поменять. Тебе жизнь поменять надо. Так жить нельзя. Вот о деньгах. Кому деньги должны привезти? А он думал, их и нет уже. Как пришли, так и ушли. Два месяца он лежал. Два месяца. Господь исцелил его. Сегодня это у нас пастор церкви. Администратор. Знаете, что он делает? Он в церкви убирает всей семьей. Бесплатно. Говорит, давай мы будем платить. Ни в коем случае. Я 15 лет ничего не делал для Господа. Я 15 лет все делал только для своей души. Для своего тела. Мой дух истомился. Я покаялся. Я хочу для Господа трудиться. И он каждое утро молится. То есть, это регулярное наше хождение в Господи. Регулярное питание. Сколько раз мы сегодня кушали? Физически. Хотя бы раза три. Да, но это хотя бы. Одна мама говорит, у меня сын 15 лет. Он кушает один раз в день. Утром начинает, вечером заканчивает. Мы любим кушать. Попробуйте нас не покормить. Мы сразу бунт. А духовно? А духовно? Питать нашего духовного человека. Вот когда мы его питаем, у нас человек один на заводе работал токарем. И вот он, всех проверяли, его не проверяли. Потому что он ничего не выносил. И ему товарищ говорит, вынеси мне вот эту деталь. Там выточил ее. Вынеси, тебя не проверяют. Он говорит, я не могу. Он говорит, почему? У меня рук нет. Как рук нет? Ты токарь. Нету рук. Мои руки для Христа. Мне мой дух не позволяет. Моя совесть не позволяет. Я не могу взять и спрятать. А вы знаете, что происходит, когда мы верующие начинаем воровать или обманывать? Мы всегда ловимся. Всегда ловимся. Халдеи делают, воруют, выносят, делают, что хотят годами. Все с рук сходит. Только один раз сделал, сразу попался. Сразу попался. А-а-а, попался. Ага, опа. Да я один раз. Да не надо, не надо, не надо. Мы не проверяли. Господь нам не допускает этого. Господь о нас заботится. И вот когда у нас происходит вот это рождение свыше, когда наш дух возрождается, у нас происходит защита. Защита от того, чтобы входило туда. Через вот эти вот части ставится защита. Бог ставит защиту. Духовная природа, она проникает на нашу душу. Она влияет на наше тело. Она влияет на наш разум. На наше сознание. Оно пропитывает нас. Нас ноги не ведут уже ко греху. Они подчиняются духу. Духовный человек, он командует. Змеи кусают. Но вот эта природа меняется. Христос поменял нашу природу. Внутреннюю нашу природу он поменял. Вот это единственная сила Голговского креста, которая влияет на весь мир. Она преобразовала весь мир. Она преобразовывает сотни миллионы людей. Всякий человек, который любой преступник, который хочет покаяться, избавиться, он должен обратиться к Иисусу Христу. Он должен получить эту благодать. И Бог дает эту благодать. Сила распятого Христа дает мир нам. Знаете, где дает мир? Внутри у нас. Не вот здесь. Не только в сознании. В сознании мы можем... Сожженная совесть может заглушить. Тебя мучает совесть? Ничего меня не мучает. Пусть мучается. Или там делает зло. Или там делает грех. Ничего меня не мучает. Это вот тут. А вот тут в сердце оно влияет. Преступники, которые делают грех, преступники, которые живут бандитской жизнью. Я много с ними разговаривал. Они говорят, страшно мне становится иногда. Страшно пред Богом представить. Фильм есть «Остров». Там про этого человека. В гроб лег. Умирать собрался. Уже исповедался. Все. А причнику своему сказал, сделай мне гроб. Он ему сделал гроб. Это плохой гроб. Это как шифонер. Это ты сделал. Совсем такой красивый сделал. Просто с дерева сделай. Он сделал ему гроб. Он лег в этот гроб и лежит. Подходит батюшка. А умирать страшно. Он говорит, не-не-не. Умирать не страшно. Страшно пред Богом предстать. Что у нас в сердце? Стоит ли у нас вот эта защита распятого Иисуса Христа? Защищает ли она нас от влияния греха? Вытолкали ли мы всякую нечисть из нашей человеческой природы? Всякое желание оскорбить человека, унизить, проявить свою гордость? Или расизм, сегодня Эмиль говорил хорошо за расизм. Это наша природа человеческая. Шовинизм. Он такие слова называл, что их половина не знает. Вот. Вот все, понимаете, откуда у нас это? Откуда у нас неприязнь к людям? Откуда Христос любил всех? Ко всем проявлял милосердие, любовь. Всех вмещал. И нам велел то же самое. И тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа распятого. Когда мы действительно соединяемся со Христом. Когда мы действительно позволяем Иисусу верою вселиться в сердца наши. Когда Он вселяется и возрождает наш Дух. И этот Дух начинает побеждать все наши плотские желания, плотские похоти. И Он, не мы, не мы, не мы, не мы. Наша душа сораспинается со Христом. Наша душа должна быть предана смерти. Мы не сможем поменять нашу душу. Мы не сможем сделаться хорошим человеком. Ничто нам не может поменять нас. Насколько бы мы не имели самых высших образований. Желание сделать грех у нас есть. У нас человек пришел, я его благоставлял, сочитывал. Бог сочитывает, конечно, мы служители, а только совершаем это. Четверо детей. У нас был семинар, он подходит к нам и говорит, братья, я прихожу домой с работы, а у меня зло на моих детей. На жену, на всех. Я устаю, а у меня зло. У нас брат рассказал случай один. Приезжает домой, он контрактором был. Вот как Дима, я знаю, Дима контрактор. Там люди под ним работают, там столько нагрузки, власти. Там эти код инфорсмент проверяют. Юнион тоже там давит. Конкуренция там, нервотрепка сплошная. Вот он. А у него три сына было. Он приезжает домой, а перед домом велосипеды валяются. Валяются велосипеды. Он встает, эти велосипеды валяются. Он пока их уберет, пока машину загонит в гараж. Целая проблема. Заходит. Так, кто бросил велосипеды? Никто. Я сказал, велосипеды не бросать на дороге. Иначе выпарю. Это папа с работы приехал. На следующий день подъезжает. Опять велосипеды валяются. Опять зашел, накричал на них. Опять им дал там перцу, как говорится, все. И жене там за то, что она не смотрит за ними. Третий день подъезжает, включает этот пультик в ворота. А они велосипеды поставили внутри, с гаража. И вместе, они поднимаются вместе с воротами. Эти велосипеды и падают. И опять у него на дороге. У него ярости не было предела. И он уже в отчаянии. Ну, невозможно, ничего. Дети берут инструмент, велосипеды бросают. Где играл, там бросил. Он опять пришел. Ну, невозможно просто. Уже, говорит, я не могу. На следующий день на работу приходит. А ему товарищ говорит, а что ты такой взведенный? Да вот у меня дети, сыновья такие. Он говорит, знаешь, мы 11 лет молимся, чтобы Господь нам ребенка дал. Если бы у меня сын был, я бы ему разрешал велосипед бросать. Чтобы только он был у меня. У меня нет. У меня детей нет. Какое счастье у тебя, что они велосипеды бросают. А у меня некому бросать. Он так подумал. И проснулся. Вы знаете, вот что-то внутри произошло. Поменялось. Переключилось. Опа. Он приезжает домой. Велосипеды так же валяются. Но его отношение к этому другое. Он встал. Велосипеды молча убрал. И говорит, слава Богу, что мои ребята ездят на велосипедах. Что они не калеки. Что они не на инвалидной коляске. Что я их с ложечки не кормлю. Что они, ну, бросили. Убрал, зашел, обнял их. Внутри у нас должно поменяться все. Понимаете? Наше отношение к этому миру. Христос меняет наши отношения. Христос не поменяет вашу внешнюю ситуацию. Нет. Змеи будут жалить. Но наше отношение к этому должно поменяться. Люди ездят по странам. Уеду туда, уеду туда. Никуда вы не уедете от себя. Никуда от себя не уедешь. Господь будет обличать всегда, везде. Змеи будут жалить. Везде на земле змеи есть. Но если мы не имеем Иисуса Христа распятого в нашем сердце. Если мы немыслимо претерпевшим над собой такое поругание. Мы погибнем. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Чтобы наша душа была сораспята на Голгофском кресте. Чтобы дух святой, который вселяется в наш дух и возрождает наш дух. Чтобы он влиял на нашу душу, на наш разум, на наше тело. Нами руководил. И чтобы мы эту святость проявляли в нашей жизни. Чтобы эта святость шла через нас. Чтобы мы постоянно освящались. Святой что делает? Да освящается еще. Вот сейчас мы будем молиться. Я бы хотел, чтобы тех, кто желает помолиться. И попросить Господа, чтобы этот яд, вот этого греха. Змеиного греха. Чтобы он не действовал в вас. Нужно духовно посмотреть на Голгофа. Нужно с ним соединиться. И тогда эта святость, она будет наполнять вас. И тогда другие люди будут видеть его, Божью святость в нас. Они будут стремиться в нашей церкви. Они будут хотеть быть с нами в общении. Они будут хотеть с нами общаться. Они будут видеть любовь нашу. Вот эта любовь, она будет. И не страшно предстать пред Богом тогда. Вы знаете. Потому что все чисто. Все спокойно. Не надо никого звать. Эй, приезжай, мне звонят один. Брат Николаевич, срочно приедешь. Я должен у тебя прощения попросить. А за что? Да я вот тебе там сказал. А зачем ты говори? Не надо. Паники не должно быть. Спокойно. Святые, они всегда готовы. Поэтому пусть Господь вас благословит, братья и сестры, нас и всех. И даст нам благодать и милости. Чтобы вот это благословение распятого Иисуса Христа вселяло в наши сердца. В сердца мир. И тогда мы счастливы. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Господи, мы тебя сердечно благодарим за то, что ты великий всемогущий Господь, за то, что ты любишь нас. За то, что ты своей голговской жертвой, ты уничтожил вот этот первородный грех, который взял свое начало в Едемском саду. И на медном змее ты показал, что ты вот, как Моисей, вознес змею в пустыню. Так должно быть тебе вознесено, чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, благослови, чтобы каждый человек, который находится здесь, на этом месте, чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы каждый человек обратился к тебе в покаянии и посмотрел на тебя, Иисуса Христа Распятого, чтобы в сердце наступил мир. Чтобы влияние вот этого яда, вот этого греха, оно не имело своего действия в нас. Чтобы это не уничтожало нас. Господи, это желчь, этот яд. Господи, просим тебя, прости нас, прости меня, прости каждого из нас. Господи, благослови наших детей, наших жен, наших мужей, наших родителей, нашей церкви благослови. Благослови, Господи, чтобы наша жизнь была свята и непрочна. Чтобы ты проявлялся в жизни каждого из нас. Чтобы мы тобой жили, тобой двигались и тобой существовали. И чтобы всегда были готовы встречи с Тобой, Отец и Дух Святой. Аминь.